Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ситуация следующая. Моя мама пытается лезть в мои отношения в последнее время, стала пытаться через меня манипулировать моим молодым человеком. Дескать, скажи им, чтобы сделать так и эдак. Раньше такого не было, а тут начала прям давить на моё эмоциональное состояние, в итоге был скандал. Естественно, я пыталась отстоять свои границы и защищала молодого человека. Она выставила меня наивной дурой и посеяла во мне сомнения насчёт молодого человека. Причём она так и с прошлыми молодыми людьми делала, выбирала моменты и давила эмоционально, что после этого я всегда ощущала сомнения в сторону молодых людей. Как дать понять, чтобы она больше не лезла в мою личную жизнь? Ну, здесь в первую очередь, что мне хочется отметить, это то, что вы как будто бы вот хотите, ну, нуждаетесь в гарантиях. То есть у вас есть здесь внутреннее требование гарантии, что мама чего-то не делала и чтобы вам было, ну, как-то, не знаю, спокойно, допустим, да? Вот, чтобы мама чего-то не делала, чтобы молодой человек чего-то не делал и опять же, чтобы вам было спокойно или делал что-то. Вот, то есть, в этом смысле, наверное, сложно выстраивать действительно, ну, какие-то границы, да? Вот, когда мы говорим, ну, про вот такие вещи, как тревожность, тревожность, вот. Понимаете, да? Вот. Некую такую тревожность, некие такие вот опасения относительно того, чего вам бы хотелось, в чем бы вы нуждались и так далее. Поэтому я думаю, что в первую очередь вам нужно развивать в определенной степени доверие к себе, вот. То есть необходимо, чтобы вы, ну, учились, учились именно, вот, доверять своим чувствам, учились доверять, чтобы вы учились доверять своим эмоциям, вот, своим ощущениям. Тогда, на мой взгляд, на мой взгляд, у вас не будет истории, связанных с тем, что вы в ком-то сомневаетесь. Потому что вы, вы будете, на мой взгляд, видеть только себя, вы будете видеть только свои приоритеты, вы будете замечать только то, чего хотите вы, и все. А что касается личных границ, то здесь ситуация, конечно же, следующая в этом смысле. Личные границы проявляются в том, как вы реагируете на те или иные вещи, на те или иные, ну, действия, скажем, людей. То есть, ну, вам, например, что-то нравится, вам, например, что-то не нравится, да? Вот, и вот, то, как вы реагируете, то, как вы, условно говоря, ну, выражаете, как вы выражаете то, что вам не нравится. И является, с этой точки зрения, с этой точки зрения, тем, что представляет себя, ну, собственно, личные границы. Вот. Если вы как-то, ну, сдерживаете себя, если вы как-то подавляете свои, ну, свои реакции, свои чувства, если вы не позволяете им быть, например, опять же, да, вот, то и происходит в таком случае нарушение личных границ. Поэтому, в первую очередь, как мне кажется, вам нужно учиться замечать, а что, собственно, вообще происходит. Как я, собственно, реагирую на то, что, вот, например, делает, допустим, моя мама, да, там, и так далее. Вот. То есть... Вот как я на это реагирую? Да? Как бы. То есть, ну, чем я на это реагирую? И вот это, в общем и целом, позволило бы вам, на мой взгляд, скромно, значит, решить эту проблему, вот. То есть, просто вот прислушиваясь, как бы, к себе, прислушиваясь к своим, э-э-э, чувствам, да, к своим, э-э-э, так скажем, э-э-э, ну, ценностям, так скажем. Вы смогли бы как раз, э-э-э, разрешить эту проблему, на мой, на мой взгляд. Вот, как-то так. Какой-то такой ответ я мог бы вам дать. Э-э-э, с точки зрения психологии, и с точки зрения, э-э-э, ну, с точки зрения психо-э-э-э, психотерапии. Вот. Я надеюсь на то, что вам это было интересно, надеюсь на то, что вам это было полезно. Я буду благодарен вам за обратную связь, э-э, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать, э-э-э-эм, базовые, э-э-э, базовые, э-э-э-э, постулаты, э-э-э, для, э-э-э, психотерапии, э-э-э-э, вот, э-э, сформулировать для себя основное направление в работе над собой. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь.